Эта история берет свое начало около трех-четырех лет назад. Я бы пожелал, чтобы она обошла меня стороной. Тогда я жил в обычном спальном районе своего города, ничем не отличающимся от других, такой же как и ваш. Жил в обычной девятиэтажке, третий этаж, пятая квартира. Так как человек я суеверный, то специально выбирал квартиру подальше от числа 13. Ну сами понимаете, чертова дюжина все дела. Но я знал, что потустороннего мира, ведьм, проклятий, кукол Вуду просто не существует. Вскоре после переезда мы поставили новую дверь. В двери появился глазок. Раньше его у нас не было. Семья была рада новой обновке, но к сожалению, глава семейства влез в неплохой карточный долг. Так вот, я в юном возрасте постоянно смотрел по глазкам, не ходит ли кто-то там. Мне постоянно казалось, что за дверью кто-то стоит. И вот однажды ночью я встал попить воды и решил на всякий случай глянуть через скважину глазка. Только прикоснувшись веком глазку, я увидел кромешную тьму и слегка отличающийся от тона темноты объект, похожий на человеческую фигуру. В эту же секунду я открыл глаза и очутился в холодном поту, лежа в своей кровати с чувством жажды в горле. Я сразу же осознал, что происходящее было сном и к тому же очень похожим на реальность. Мне показалось, что все было по-настоящему. Махнув рукой, я встал и направился в сторону кухни. По пути на кухню я разве что мог бросить беглый взгляд в сторону входной двери. Мое тело как будто сковало. Ноги отказывались идти, а в голове никаких мыслей, только жуткий страх неизведанности. Что же такое повергло меня в такой шок? Вам лучше не знать. Предо мной стоял огромный, высокий и худой силуэт мужчины в строго мужском костюме. И он начал тянуть ко мне свои мерзкие, длинные и холодные руки. Я до сих пор не понимаю, что это было тогда или кто. Меня терзают сомнения о реальности происходящего, но я уверен в одном. Что в моем доме кто-то был. И этот кто-то точно не человек. Субтитры сделал DimaTorzok